Привет ребята, мы достали трех головастиков, они же личинки бесхвостых земноводных и сегодня сделаем террариум, чтобы проследить как они превращаются в лягушку. Точнее сразу, на первой стадии это будет обычный аквариум. Чтобы заполнить его мы набрали воду с того же водоема, где были выловлены головастики. Вода с крана нежелательна, во-первых она хлорированная и ее необходимо отстаивать, во-вторых условия содержания должны максимально соответствовать природным. Заполняем 15 литровую емкость. Мы заливаем 9 литров и это получилось более половины аквариума или по 3 литра на каждого головастика. Как видим вода немного грязная, прям как любят речные жители. Все готово к заселению, можем перемещать головастика в их новый дом. Тут уже есть где разгуляться. Как ни странно, но первым делом знакомства с новым водоемом началось с трапезы. В речной воде много мелких водорослей, которые входят в рацион головастика. Вот они и принялись пылесосить дно. А теперь пройдемся по анатомии. На данном этапе развития у головастика есть только хвост и собственно голова. На которой четливо просматриваются два глаза. Если присмотреться, то можно также обнаружить жабры. Головастик, в отличии от взрослой лягушки, может дышать под водой. Рот расположен в нижней части головы, поэтому неудивительно, что ему анатомически еду проще собирать со дна. При этом обратите внимание, с какой скоростью он жует. Да и в целом, в отличии от медленной лягушки, ее личинка невероятно шустрая. А все из-за того, что она перемещается только за счет хвоста, а не четырех лап, как у взрослой особи. Как мы уже говорили, головастики питаются водорослями. Поэтому на водоеме мы набрали не только воды, а и прихватили растительности. А точнее взяли тину, которая плавает сверху на воде. Опускаем головастиком и... И как ни странно, они снова принялись поглощать. Прям не личинка, а подводная саранча. Обступили со всех сторон и щипают на перегонки, кто быстрее. Конкуренция среди головастиков. Второй день без изменений. Только стало ясно, что у них развито чувство стадности и стараются держаться вместе. Так как головастики дышат жабрами, на третий день в аквариум мы добавили аэратор. Будем воду обогащать кислородом. Пятый день. Седьмой день. Уже начала заканчиваться еда, а точнее ее стало в два раза меньше. На девятый день головастики перестали сидеть только на дне, а и стали подниматься вверх, чтобы глотнуть немного воздуха. Походу в организме уже запустился процесс метаморфозы и теперь он способен дышать не только жабрами. На одиннадцатый день у головастиков остался небольшой кусочек тины и конкуренция на то, кто съест больше, возросла в разы. К двенадцатому дню в аквариуме у головастиков закончилась еда. Сидят смирно над ней и ждут ужин. Перейдем на кормление листиками одуванчика. Но для начала кладем его в емкость и заливаем кипятком на 5 минут, чтобы размягчить волокна растения. Далее перемещаем в аквариум, но предварительно пришлось модернизировать и добавить гайку, чтобы листик смог утонуть. Буквально сразу подскочили головастики и принялись дегустировать новое угощение. Выбор одуванчика неспроста, он для амфибий настоящий деликатес. Собственно, потому с каким аппетитом его поедают, это уже и так понятно. И кстати, все головастики собрались возле листка. Каждый хочет урвать вкусняшки. На тринадцатый день у одного из головастиков появились задние лапки. Их еле заметно, но они есть. И кстати, обратите внимание, сколько в воде появилось неизвестной живности. Мы можем ошибаться, но скорее всего это инфузория туфелька. На четырнадцатый день лапки появились у всех трех головастиков. А у которого конечности появились первыми, кажется лапки стали больше в два раза. Вот это скорость прироста. Правда, для перемещения головастики по-прежнему пользуются хвостом, а лапки пока только для красоты. Можно сказать, что спустя две недели наконец запущен процесс метаморфозы. Теперь по возможности фиксировать изменения будем каждый день. Пятнадцатый день без особых изменений. Все так же продолжают общипывать листика дуванчика. Единственное это губы, они у головастика стали темнее. На шестнадцатый день от некоторых листиков дуванчика остались одни волокна, а задние лапки заметно выросли. Хотя конечности по-прежнему остаются бездвижными, работает головастик все так же хвостом. Зато черты жабьей морды становятся все более отчетливыми. Так как на дне собралось довольно много мусора, пора бы и почистить дно аквариума. У нас даже есть лайфхак, как достать со дна гайку и не намочить руки. Правда хайп не сразу понял, что от него требуется и принялся просто полоскаться. Буквально пару минут и поставленная задача была выполнена. И енот пополоскался, и мы сухие, и все довольны. А теперь в аквариум опускаем трубочку и отбираем со дна грязь. День 17, и мы решили вынуть одного головастика и рассмотреть его во всей красе. И первое, что бросается в глаза у головастика, появился окрас лягушки и на лапках, и на теле. Хотя тела как такового и нет, теперь это одна сплошная голова. А еще амфибия наконец стала шевелить лапками. И на концах отчетливо видно пальчики, точнее у лягушек это перепонки. 18 день изменениями не отметился, разве что размер головы стал еще больше. А вот на 19 день наконец появилась передняя конечность. Пока только одна левая, и лягушка ей еще не шевелит, но она есть, трансформация продолжается. К тому же довольно быстро сформировалась морда, пусть не на все 100%, но черты лягушки уже просматриваются. А на этих кадрах даже просматривается правая передняя лапка, которая сформировалась, но еще не прорезалась. Прикольно. Итого уже 9 дней подряд без перерыва мы фиксировали метаморфозу головастика. Поэтому устроили себе один день перерыва, да и ничего сверхъестественного не пропустили. На 21 день видим, что головастик по форме тела почти полностью сформировался в лягушку. Уже есть все 4 лапки, задние работают отлично, передние только начинают шевелиться. Хвост пока на месте, как и жабры еще не трансформировались в легкие. Амфибия по-прежнему дышит под водой. День 22. Довольно быстро рассосался хвост. Можно сказать, всего за день он укоротился раза в 3. По сути, от полноценной лягушки на данной стадии она отличается только тем, что по-прежнему дышит жабрами. А с такого ракурса так и вообще не скажешь, что не хватает каких-то изменений. На следующий день лягушка наконец обзавелась легкими и теперь находится не под, а на поверхности воды. Рот, как видим, сформировался уже полностью. По сути, все, что напоминает о незавершившихся изменениях, это остаток небольшого хвостика и неловкие перебирания передними лапками, которые еще не окрепли. И вот спустя 24 дня в нашем аквариуме наконец появились полноценные лягушки. Единственная вода от постоянного присутствия дуванчиков сильно помутнела, поэтому отберем воду с этого болота, так чтобы на дне осталось не более сантиметра и добавим новой. Сразу заполняли наливом, но из-за большого водоворота пришлось переключиться на перекачивание воды через шланг. Так как в процессе метаморфозы лягушки перешли на дыхание легкими, а не жабрами, они стали держаться у поверхности воды. Но формирование тела еще не окончено, организм малый и слабый, и лягушка может утонуть. Поэтому на данной стадии добавляем в аквариум плотик в виде трех деревянных палочек. Буквально сразу лягушонок понял, как пользоваться деревяшками, пусть и неуклюже, но все же выбрался на поверхность. Это по сути его первое пребывание на суше, сидит и отдыхает после месячного купания. Второй также пытается выбраться, но пока его попытки неудачные. Земноводный еще только привыкает к своим новым возможностям, но удерживаться передними лапками за плот и отдыхать уже может. Итого прошло три с половиной недели, и то, что на старте было головастиком, уже спокойно прыгает по столу. Лягушонок размером сантиметр прыгает почти на четыре. Наверное он готов к взрослой жизни. Раз наблюдение окончено, пора возвращать земноводное в водоем, с которого когда-то были выловлены головастики. И надо сказать, лягушка сразу поняла, что от нее требуется. Попрыгала вдоль берега, нырнула в воду и поплыла до ближайшего камыша. Кому не сложно, можете наши старания оценить лайком. Сегодня все, пока. Пока-пока.